Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется все еще впереди. Ху-ху-ху, там плавал, на самом деле. Твоя жизнь дерьмо, скорее всего, будет. Ой, ладно, не будем начинать с этой негативной-негативной ноты. Давайте все, давайте про позитив. Сегодня беременна в 16. Привет, меня зовут Кристина. Мне 16 лет. Я живу в городе Ахтубинск, Астраханской области. Друзья называют меня кисой. Наверное, потому что я милая и вся такая мур-мур-мур. И очень с энтузиазмом читаю этот текст. Знаете, как стишок встаешь, в школе рассказываешь, типа, а-ла-ла-ла-ла, тебе учительница, ну с выражением, Дима, блядь, с выражением. Точно так же продолжаешь, потому что по-другому не умеешь. Оно тебе не надо, оно тебе не интересно. Мечта стать лучшим в городе, а может и во всей стране поваром-кондитером. Сразу вам скажу, что не бывает такого, как лучший во всей стране, лучший в мире и так далее. То есть есть просто повара, есть шеф-повара, хорошие повара, плохие повара, но нет лучшего в мире. Это как лучший в мире гражданский летчик. Ну что это? Понимаете, у них есть планы, они его выполняют. Все, точка, как бы. И у этих есть рецепты, они его выполняют. Как бы нельзя его выполнить лучше всех. Можно выполнить просто хорошо или просто плохо. Поэтому я и поступила в кулинарный колледж и уже закончила первый курс. Вот это мороженое на таких тарелках. Я помню, в Таиланд приехал, впервые такое увидел. Это в Бангкоке. Не, в Пхукете. На Пхукете, да. На, потому что остров. На Пхукете. Вернее, полуостров, но тем не менее. В общем, классная штука. Пропустил немножко мимо ушей, но надо как бы вернуться к этому вопросу. Ее называют киса, потому что, наверное, она вся такая мур-мур-мур. Ну, если так, то я сейчас пошучу, знаете. Ну, наверное, это вот эта вот киса. Привет. Это тебе. Мама у нас замечательная. Она очень хорошая. Она все делает для нас. Такая же хорошая, как твои очень модные брови. Знаете, эти брови действительно бывают модными, но мода такая вещь, которая проходит, а есть вещи, которые вне времени. Вот обычно, если вы хотите быть, там, знаете, модными всегда, а не чтобы смотреть потом на свои фото, знаете, когда вы молодой был или, там, 10 лет назад, чтобы не пробивать себе лицо рукой, вы просто используете те вещи, которые вне времени. Вот знаете, ну, там, допустим, одежда. Кожаная куртка, она вне времени. Там джинсы, они вне времени. Обычные прямые джинсы, вне времени, то есть. Рассказывайте, как у вас дела? Мам, нормально, мам. Нам с сестрой хочется приезжать домой почаще. Тем более, мама в положении. У них у всех покрашены светлым волой. Я не знаю, это как будто какой-то, какой-то, какой-то бич вот этих вот СНГ красить женщинам вот в возрасте. Это, видимо, когда они были молодые, было очень популярно блондинкой быть. Ну да, 90-е, вот это все, все 80-е, вот эти все времена, когда блондинка, типа вот эта проститутка на дороге, красивая, значит, блондинка. Мне, допустим, нравятся брюнетки больше, а еще мне больше нравятся разноцветные волосы, если женщина не в возрасте. То есть, если она хотя бы младше, там, 30 лет, то у нее когда фиолетовые какие-то розовые красные волосы, мне это только нравится. Не всем просто подходит. Просто хочу договорить, как-то по-у***нски оно высветлено, знаете. Я был на Шри-Ланке, это типа Индия, и я был вот на Бали. Ну, в общем, вот эти, не самая богатая страна Азии. И вы знаете, что? Бедные дети из бедных семей там красят примерно в похожий цвет волосы, но они красят не краской, а хной. То есть, ну, то, что подешевле, как бы, и то, что дольше держится. Но есть еще вариант, вот похожий цвет получается, когда, вот это я видел в Африке, в племенах в Африке люди красят себе волосы мочой. Я сейчас не шучу, это не прикол, то есть так оно и есть. Они в племенах там выкрашивают себе волосы коровьей мочой. Имейте в виду, что когда вот вы подобным цветом выкрашиваете волосы, могут быть интересные ассоциации. Я не хочу говорить маме о том, что у меня появился парень, потому что... Потому что моя мама похожа на Шрик. Я не знаю, это я... Ну, без оскорблений, ну, чисто, ну, вот, ну, посмотрите, ну, реально же похожа. Ну, я как бы не то, чтобы придумываю, мне кажется, да, то есть, ну, реально есть сходства какие-то. С Лешей мы познакомились случайно. Мы с Зариной шли на дискотеку и решили поймать машину. Алексей остановился и согласился подвезти нас до клуба. И я увидела его девятку и такая охуела. Ничего себе, парень, да в таком возрасте до притачки. На самом деле, без иронии, на самом деле, прикольно, когда люди сходятся подобным образом. Типа, я тебя подвез, слово за слово, блядь, я уже ребенок, беременна в 16. Не знаю, я так сказал, прикольно, но я имел в виду, когда начинал это говорить, что это взрослые люди, а тут это не взрослые люди, поэтому ничего тут хорошего нет. Я люблю экспериментировать над собой, я люблю очень хорошо одеваться, я люблю менять прически. Но Алексей смотрел только на меня, и от его взгляда у меня стали гореть щеки и заколотилось сердце. Ну, вы видели только что этот взгляд, да? Ну, как от такого взгляда не загорят щеки? Мне кажется, он сейчас достанет отвертку и просто в печень ее подкрывает. На самом деле, женщина это подкупает, знаете, когда, типа, есть другие женщины вокруг, но ты такой, не-не-не, и только к ней такой, да-да-да, такой с ней вежливый, культурный, хороший, обходительный, а всех остальных отстанет меня, шевалово. Женщина это подкупает, я серьезно, я не шучу. Мне моя жена еще рассказывала, что я примерно так себе вел, когда мы с ней встретились в клубе. Да, мы в клубе встретились, тут редкий случай, когда ты из клуба выносишь что-то нормальное. Первый парень, кто обратил на меня внимание. Я испытываю, Кристине, чувство симпатию. Есть предположения, почему первый, который обратил на тебя внимание, во-первых, в силу твоего возраста, во-вторых, есть кое-какие внешние недостатки, ну, чуть-чуть. Сразу вам скажу, я не то, чтобы пытаюсь кого-то оскорбить, я комментирую то, что вижу, все, точка. Я не пытаюсь никого кумизить и так далее, я просто вижу и говорю, все. Нет у меня никаких намерений, мне все равно, я не знаю этих людей, я не пытаюсь их оскорбить, честно, блядь. Мамой клонусь. Кристине нравится, еёшные глаза. Я понял, еёшные глаза. А я думал, это шутки шутят, я на самом деле впервые слышу, я думал, это шутки шутят, когда люди подобным образом говорят, и я у других блогеров смотрел, что они шутят, типа, быдло так разговаривает, ну, по их словам. И вот я впервые слышу такое, как бы, и действительно люди так разговаривают, интересно. Еёшняя улыбка. У меня ямочки такие, когда улыбаются. Причем это, судя по всему, русский диалект. Я почему-то думал, что это украинский акцент говорить еёшный, а на самом деле я никогда от украинцев такого не слышал. Оказывается, это чисто фишка россиян. Мы много времени проводим вместе, но везде с нами на свидание, как хвостик, ходит Зарина. Я думаю, что сестру задело, что Алексей влюбился в меня, а не в неё. Алексей, когда улыбается, там, понимаешь, там любая тёлка выпадет сразу. Здравствуйте. Есть некоторый тип людей, знаете, им, наверное, я уверен, что им так не кажется, но есть некоторый тип людей, которые, я не утверждаю, что вот это эти люди конкретно, но когда они соединяются в поцелуе или в чём-то более интимном, чем рукопожатие, немножко, знаешь, передёргивает немножко внутри тебя. Ты такой сидишь вот так немножко, вот так вот. Я не знаю, с чем это связано, я не буду это говорить, но что-то получается не очень хорошо по отношению к этим людям, но я, блядь, ещё раз говорю, я просто комментирую, как могу я то, что вижу. Лёша – завидный перспективный жених. В 21 год он стал старшим поваром в пекарне и по местным меркам зарабатывает неплохие деньги. Старший повар? Ну, это типа шеф. Шеф в Нью-Йорке – это 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов в месяц. Старший повар в городе что-то вот это, я не запомнил, к сожалению, название, ну, не знаю, может, тысяч тридцать, может быть, предполагаю. Мой парень такой клёвый, и многие девушки заглядываются на него. Кстати, я вот заметил, что он ездит на Жигулях, вот я сейчас на самом деле специально, специально, вот я в прошлом видео, в одном из прошлых видео говорил про гелик, вот специально я пробил гелик сейчас, я пробил его здесь, потому что США – это одна из самых дешёвых стран по автомобилям, и здесь можно новый гелик купить. Внимание, за 156 тысяч 450 долларов стартует от. Но там не сильно много тебе чего надо добавлять, ты можешь его прям таким купить, чёрный, это же гелик, его не надо даже красить. Он чёрный, гелик должен быть чёрный. Серый гелик и белый гелик – это не гелики вообще, ну, как по мне. Это G63, тот, который AMG, тот, который покруче, тот, который не AMG, тот 134 вроде с чем-то, не буду врать, не смотрел, 130 с чем-то, помню. Так вот, гелик в России вчера смотрел, вчера, внимание, от 500 тысяч долларов. Я понимаю, почему люди в России ездят на «Жигулях», на «Ладах». В Москве, конечно, пора, полно дорогих тачек, но мне кажется, времена, когда в Москве были дорогие тачки, это они прошли, потому что всё, по 500 тысяч долларов за гелик. Это можно дом в Майами купить, хороший дом в Майами, а Майами – это дорогое место, чтобы вы понимали. Любой здравомыслящий человек вместо этого гелика купит себе дом в Майами, то есть я не вижу смысла в этом гелике за 500 тысяч долларов. Роллс-Ройс стоит дешевле, ну здесь, по крайней мере, намного дешевле, чтобы понять. Я не буду врать точно, не знаю, сколько цену, но «Фантом» вроде 300 с чем-то тысяч, то есть вроде бы, опять-таки, это я не уточнял. Я уточнил специально для вас цены на гелике, то есть 156-450 в США, плюс налог штата в среднем 6%, и от 500 тысяч долларов в России, вы представляете разницу? Я решила с ним зайти дальше поцелуев и обнимашек, а через пару месяцев он предложил мне переехать жить к нему. Ну вот оно, где корень проблемы, когда ты начинаешь заходить дальше поцелов и обнимашек, но немножко не хватает денег на контрацептивы, родители не дают и так далее. Вот опять-таки, немножко не та культура. Мне очень обидно за наших детей, которые рождаются в странах СНГ, и им родители тупо не дают или не могут дать, выдать нужное количество денег, хотя бы на те же контрацептивы, потому что просто у нас даже контрацептивы, если ты будешь использовать их прям при каждом поломакте, они обходятся в серьезную стоимость от твоей зарплаты, то есть там можно буквально вплоть до 20% зарплаты потратить на контрацептивы, в зависимости от того, у кого, конечно, какая зарплата, но это прям, представьте, 20% на гандан, ебаный в рот. Это вообще нормальная жизнь или нет? Естественно, ты не можешь еще и 20% отдать своему там отпрыску на то же самое, то есть и в итоге беременна в 16, помогите мне. Не то чтобы, скажем так, человек в этом виноват, да, он просто оказался не в том месте и не в то время родился, понимаете? То есть я бы не стал даже полностью перекладывать вину на них, учитывая то, что это еще и дети. Я и представить не могла, где живет Алексей. Я девушка городская и в деревне никогда не была. Но меня это не пугает, потому что с милым рай и в шалаше. Слушайте, я вам не скажу, что это прям самый плохой вариант. На самом деле загородный дом, если в нем есть, опять-таки, коммуникации, есть интернет и так далее, то это прям, мне кажется, лучший вариант, чем любая городская квартира. Вот это бетон, и я ненавижу эти коробки, честно. Я всю жизнь в них прожил и просто презрением к ним проникся. Я настолько не люблю жить в квартирах сейчас, что просто я сейчас здесь даже не рассматриваю квартиру для жилья, то есть я рассматриваю дом. Ну, либо эта квартира должна быть реально огромная, чтобы она была похожа на дом с огромными пространствами, да. Ну, это не то, что, знаете, через связь зажрался и так далее. Это, можно сказать, детская травма. Я всю жизнь жил в маленьких бедных помещениях, и мне это достало. И когда есть возможность, я просто пытаюсь от этого избежать. Максимум пытаюсь. Поэтому я, когда строил свой дом, я его сделал максимально с большой... Куда ты заходишь, когда ты прямо вот с входной двери, ты попадаешь в living room? Оно соединено с кухней, и там у меня одна вот эта комната 100 метров, 100 квадратных метров, то есть чтобы вы понимали, насколько я пространство люблю. Это что, свинарник? Нет, здесь я живу. И это не шутка. Там красиво, там свежий воздух, но там столько... Гуси, наверное, просят у тебя прощения за то, что они срут под себя. Некультурные гуси какие-то. То же самое про коров и свиней. И она смотрела на землю, там везде лежат какашки куриные, да. И вообще, такое лицо у нее было, блин. Слушай, тебя никто не заставляет в загон заходить и там жить. Можешь зайти в дом, я тебе открою себе. Лайфхак. Пришла в загородную ферму, заходи в дом, а не в хлев. Лучше без слез не взглянешь, короче. Короче, да, да. Вы понимаете, братан? Получается какое-то просто, знаете, выстебывание просто людей за разговор. Ну, вы же слышите, как это звучит. Просто я, ну, просто не могу мимо этого пройти. Я прошу прощения заранее. Братан, смотришь этот выпуск? Я извиняюсь. Я не могу это просто так оставить. Я не хочу жить в деревне и пахать на чужом огороде. Да и Лешина мать достала своими бесконечными поручениями. Но ради любимого я все это и терплю. Не, не, кроме шуток. Ну, вы видели эту ситуацию, когда гусь вот так вот делает? И просто, ну, тебе конец. Все, ты можешь не бежать уже. Ты можешь просто ложиться и умирать. Тоби пизда. Как это говорится. Господи, я думала, они меня заклюют там. Эти коровы, я так боялась их кормить. Они не очень таким взглядом смотрят, бычьим. Коровы бычьим взглядом таким смотрят, нихуя себе, да? Ну, быкуй же, ну, правда, да? На самом деле, я помню ситуацию, я по деревне ходил, когда меня родственники на дачу отправляли. Эти гуси, серьезно, мимо них проходишь и прямо вот до дрожи страх берет. Ну, то есть я помню этот страх из детства. А вдруг сейчас начнет шипеть и побежит за тобой. И ты все, как бы все, твоя жизнь закончена на этом. Я не верила своим глазам, глядя на тест с двумя полосками. Может, просто тест оказался бракованным? Или я что-то неправильно сделала? Поэтому я решила еще раз проверить. В итоге я сделала аж 16 тестов. Лучше бы ты, блядь, 16 гандунов купила в свое время. На тест это деньги есть? Слушай, у меня где новость есть? Какая? Я беременна. В смысле? Вот. Чешешь ты мне? Такой. Я впервые это слышу, да. Я впервые это точно, я уверяю вас. Я видела, что он испугался. У него такие глаза были. Я очень испугался. Следующий о беременности узнала мама Леши. Тетя Лен, слушай. Да? Я беременна. Рановато, конечно. Ну, ничего. Я рожала еще раньше. Знаете, вот эти родственники, которые влазят сюда у тебя, типа, где твои дети? Тебе уже 28 лет. Где твои, черт возьми, дети? Ты уже старая дева. Вот так говорят, да? В их голову просто не вкладывается та простая истина, что времена меняются. И сейчас в 28 лет рожать это не старое дело. Сейчас и в 35 лет рожать это не старое дело. Я вам более того открою секрет, что в странах Первого мира, если вдруг вы не знаете, рожают в принципе поздно. Ну, есть разные слои населения. И я вам скажу, что чем не образованный слой, тем раньше у него появляется потомство. Это закон природы, он вообще ей работает по всему миру. Поэтому, как бы, в более развитых обществах, где более высокий уровень образования, всегда рождаемость на более поздний период смещается. И это, конечно же, вызывает кое-какие осложнения. Естественно, 20-летний родитель легче, чем 30-летний, или еще намного легче, чем 40-летний, не говоря уж про 50-летнюю. Но такова данность в начальном этапе жизни людей дети очень сильно мешают, очень сильно тормозят. И ты реально можешь не достичь того, чего ты мог достигнуть без этих детей, потому что они тупо забирают твое время. Особенно касается женщины, особенно касается женщины. На мужчину не так сильно влияет. Ну, ничего страшного, я тоже подняла в 16-е, она ноги подняла. Собственно говоря, я просто, я же не смотрю эти видео наперед, я смотрю их вместе с вами. Как же это предсказуемо, как последние фильмы Шия Малана. Я вызвала домой врача. Доктор сказал, что мне и ребенку нужен покой. Но Лешина мать по телефону продолжает забрасывать меня поручениями. А сам Лешка постоянно на работе и за все время ни разу не заговорил о свадьбе. Накорми гусей. Гусей. То есть, как думает, скорее всего, это мать, которая забрасывает ее работы. Типа, да ничего не будет и так далее. Ай, вот это все, знаете. Как думают в большинстве случаев, в американском, о таком случае. Нет, ты ничего не делай, у тебя ребенок, все. Даже курить рядом с ним нельзя. Хотя это как бы то, что ты вдохнешь один раз там дымом, где-то раз в месяц. Ничего тебе не будет. Но даже это, то есть, очень трепетное отношение здесь. Очень трепетное. И вообще, в принципе, здесь к человеку лучше гораздо относятся. Это по понятной делу. Но к беременной женщине гораздо более трепетно, особенно от родных. То есть, не будет такого, что иди гусей накорми и перетащи вот эти вот бетонные плиты вот туда. Пожалуйста, иди еще потом по пылесосе и помой полы. Все ради здоровья. Человеческая жизнь превыше всего. Это здесь даже в дорожных правилах я заметил, когда учил дорожные правила. Когда ты двигаешься, короче, in traffic lane, то есть, когда ты, ну, поток, когда поток идет автомобилей, важнее, с какой скоростью двигается сам поток. Ты должен соблюдать примерно эту скорость, чем знаки, ограничивающие скорость, если ты движешься в потоке. Потому что, если ты движешься медленнее, чем вообще поток, ты создаешь аварийную ситуацию. В тебя может кто-то врезаться сзади. Если ты движешься быстрее, ты можешь кого-то врезаться. Поэтому ты должен двигаться in traffic lane с той же скоростью. А в ПДД, в СНГ, наоборот, вот написано вот столько-то километров в час и не больше, ни в зависимости от трафика, ничего. То есть, плевать на твою жизнь, плевать, что ты создаешь аварийную ситуацию, ты должен соблюдать вот эту скорость. То есть, понимаете, даже вот на уровне правил дорожного движения есть вот эта разница, где заботятся больше о человеке, а где заботятся о отчетности, о бумажках, о статистике. У нас еще союза это осталось, знаете, работа на бумажку, на статистику, а не на результат. Так, давайте развивайтесь, вставайтесь на весы, посмотрим ваш вес. Ой. Набрали? О, понятно. 15 килограмм набрали, я стала много жать. Вы помните, буквально прошлое видео я выпускаю, где девочка пыталась похудеть, британка, и ей этот диетолог говорит, типа, ничего, все нормально, она там не сильно похудела, не настолько, сколько хотела, или вообще не похудела, я не помню. И ей говорит вот это, типа, ничего, не переживай, все нормально, все хорошо. Ты совсем справишься, к врачу, к нашему приходит, ой, ёб, ёб твою мать, ни, оооо. Ну, слушайте, блин, даже реакция врачей просто, посмотрите, что вгонит человека в депрессию, а что человеку поможет. Из-за этого я комплексую и переживаю. Вдруг Лешка разлюбит и бросит меня одну с ребенком. Вообще не исключаю. Самая частая причина развода – потеря вот этого первого впечатления. Знаешь, когда у тебя первые эмоции, вот это, оно проходит, и ты начинаешь смотреть на человека отрезанными взглядами, понимаешь, как я мог на этом жениться или выйти замуж. И вот потом случаются проблемы, то есть, потому что первая вот эта влюбленность, она, ну, грубо говоря, искусственная. Ты буквально на гормональном фоне держишься, а потом, когда он устаканивается, становится все, как было до, а реальность оказывается не такой хорошей, как хотелось бы. Мне больно об этом вспоминать, но до меня Леша совсем недолго встречался с моей сестрой. Заденька начала на меня вешаться сразу же. Да, так все, все-таки была ситуация. То есть, вранье она говорила, что Леша со мной встретился и сразу начал на меня бросаться, а на мою сестру даже взгляда не обращал. То есть, все-таки обращал, да? Все-таки не только взгляд обращал, да? Еще кое-что. Леша выбрал Кристину, потому что он очень влюбчивый. А меня не выбрал, потому что невлюбчивый. Вот тебе очевидный ответ на очевидный вопрос. Причина найдена. Пуаро в деле. Алексей оказался настоящим неряхой. Раньше это так в глаза не бросалось. Обои за кроваткой на шифонеру бери. Я тебя когда об этом просила? И вообще везде твои вещи валяются. Пускай валяются, а то он и мужик. Какой ты мужик с валящимися вещами-то? Вещь положил, все, не мужик. Вещь поднял, мужик. Отличная ситуация. Ненавижу. Ненавижу манипулирование понятиями мужик-не мужик. Это всегда манипуляция. Всегда кто-то ноет и пытается таким образом тебя заставить делать то, что ему выгодно, а тебе нет. Вот этим, мужик-не мужик, это то же самое. Я вам миллион раз это повторял, что в детском садике вам говорили, а что слабо? И ты такой, нет, не слабо и пошел делать. Вот это то же самое, только для взрослого мужчины. Это не должно на вас работать вообще никак. Не мужик, не мужик, не мужик. Все, и прошла нахуй. А Зарина остается у нас ночевать и на минуту не отходит от моего Лешки. Постоянно вьется около него. Если вам тут пока я смотрю, кажется, что я яйца себе чешу, нет, у меня тут бедра все обкусаны, блин, комарами. Тут уже потемнело. Я сижу, снимаю это видео до конца и, черт возьми, комары налетают. Может, картишки поиграем? Можно. Где карт? Сейчас посмотрим. На что играем? На раздевание. Давай на раздевание. Я пошутил, Леша, я пошутил, не надо. Прекращай, ёптвою. Ну, очевидно, что шутка. Знаете, я просто предположил максимально тупой вариант. Вот он и вылетел, пиздец. Нет, я с тобой не буду играть на раздевание. И жена такая. Причем настолько искренняя реакция, я поверил. Татья боится? Кристинка уши оборвет. Только поэтому. Но так я не против. Да, Леша? Ее улыбочки и виляние хвостом в адрес моего парня меня расстраивают. Мне очень обидно, что моя родная сестра так со мной поступает. Ну, в зари находит, конечно, так. Внимание привлекает своими вот этими короткими шортами. Ну, такая женщина в саку, действительно. Знаете, я нас поражаю действительно разницу вкусов. Если начну сейчас это говорить, вы опять напишите мне ЧСВ. Короче, ладно. В общем, разница вкусов очень сильно поражает. Некоторым людям достаточно очень малого. Некоторым людям недостаточно даже самого лучшего. Ну, то есть, просто знайте это. Раз вы мне пишете плохие комментарии, раз типа я ЧСВ и все такое, я теперь не буду такого говорить. Чуть ли на *** не натянутые, бля. Труселя у нее ***. Самые короткие шорты, которые я видел в своей жизни. Здесь вот подростки, маленькие девочки, муладше 18-ти, носят шорты, у которых просто, ну, реально кусок задницы видно. И здесь это не есть что-то необычное. Абсолютно нормальные шорты. Никто не бросается на них со слюнями, как волки на добычу. Нет. То есть, все это воспринимают абсолютно естественно. Другая страна, другой менталитет, другая культура. Ко мне Леша подходил неоднократно. Ну, говорит, я там прикололся, там, про любовницу, там, сказал, что мне нужна любовница. Зари, ну, типа, а я чем не любовница, там, глазами под... Ну, понятно. Ну, вообще, это, да, действительно ошибка. Женщину, которой твой муж явно глаз, типа, положил. И, типа, она еще и привлекательнее тебя, хотя бы потому, что просто худеет. И она с тобой вместе живет и с ним. И он еще такой, как бы, такой... Муха полетела, он за ней побежал. Знаете, ну, бля, пиздец. А чем ты думала, когда соглашалась на это? Релиз моя. Ты будешь моей женой? Я на минуту даже потеряла до речи. Наконец-то я услышала от Лешки эти слова. Сразу после того, как ему он сказал, что ему нужна любовница. Неожиданный поворот. У нас тут еще Малан намечается. Вторая часть будет в следующем видео. А пока спасибо, что смотрели. Всего хорошего.